Апостол Иоанн старел из года в год, явление обычное для человека в сущих. Один, как есть живой, и не попал в расход, каким-то образом разведрились все тучи. Он часто повторял почти одно и то же, казался, может, скучным громотеем. Да любят прихожане заповеди Божьи, Христос всех обездоленных накормит и согреет. От старости, быть может, немало позабылось, со временем немного устало ковылял. Любовь и в возрасте разогревает стылость, живет одной любовью и крошку пополам. Подседлено, естественно, в болезни обезножить, и на носилках с радостью снесут ученики. Под дерево детишек загнал осенний дождик, легко им с тем заспорить, кто скажет вопреки. И снова о любви прошамкает им старец, поднимет перс корявый и в небеса покажет. Откуда ожидать Бог? Милостью одарит, а без любви вам всем, и жизнь намного гажа. Апостол Иоанн не на пустом писал. С реликтовым кустом считался одногодком. Когда с Христом ходил, он был почти пацан. Пространство ограничено его рыбацкой лодкой. Но на горе Фавор вперяет в вечность взор и видит Иисуса, прославленного Надива. Влюбленными глазами смотрел он с этих пор, и от большой любви слагались сердце гимны. Кто знал бы без него про остров Лысый Патмос, где откровения он с трепетом напишет. Он тайновецом стал, таков отныне статус. Там двадцать две главы, и ничего что лишнее. Апостол Иоанн напишет не обман. Антихриста он выявит по нелюбви к Иисусу. Как хорошо, что мощи его не по домам. И даже эта малость ему огромным плюсом. 25 августа 2007 года Субтитры создавал DimaTorzok